Всем привет, дорогие друзья! Я наконец-то дождался идеальной атмосферы для записи видео про закаливание. Сейчас идёт дождь, и это видео я посвящаю всем людям, кто только хочет подступиться к закаливанию, или кто боится его и вообще даже о нём никогда не думал и не видит для себя в нём смысла. Почему? Потому что ещё буквально два года назад, до того, как я ввёл закаливание в свою жизнь, я очень сильно боялся холода. Я был максимально мерзливым человеком, и я ненавидел прохладные температуры, вообще, в принципе, взаимодействовать с холодом. Но всё изменилось одного дня, и сегодня я хочу поделиться с вами тем, почему это может быть полезным, почему это может нам помочь во многих аспектах жизни, почему этим, в принципе, стоит заниматься, и как ввести это в свою жизнь плавно, комфортно. И не просто ввести, а испытать от этого кайф. Ведь особенность, например, закаливания в моей жизни, это то, что в свою жизнь я ввёл её медленно, плавно, постепенно. Есть видео на Ютубе, где можно ввести закаливание за 10 дней, за месяц. Я это сделал в течение года. От полугода до года. Вот так вот, друзья. Я вообще не торопился, я делал всё по собственным ощущениям, и я дико от этого кайфанул. Этим я хочу с вами поделиться, и перед тем, как начну, обозначу, какова была моя жизнь до закаливания. А до закаливания, как я уже сказал, я был очень мерзливый. В чём это выражалось? Я не любил холодные времена года. Когда начиналась осень, когда начинался дождь, всё это я думал, всё, это отвратительно, поскорее бы лето. И всегда я вот в эти времена года ходил навешанной одеждой. То есть на мне было много там всяких свитеров, слоёв одежды. Я такой был в этот момент загруженный. И холодную воду, понятное дело, я к ней даже не подступался. Я ненавидел эти периоды, когда, например, летом отключают горячую воду. И, в принципе, я с каждым годом всё больше привыкал к горячей воде. То есть я принимаю душ, я моюсь под тёплую воду, и с каждым разом всё горячее, горячее и горячее. И расслабляюсь, и делаю этот душ всё дольше, дольше и дольше. И также вот этот синдром детского дыхания. То есть когда идешь против ветра, или когда на тебя попадает холод, у тебя прям перехватывает дыхание, и сердце как будто чуть-чуть не останавливается. И в целом была повышенная тревожность. Вот такой приблизительно образ и уровень жизни у меня был до закаливания. Но два года назад, друзья, просто просматривая видео с ютуба, где-то на медицинскую тему, где-то просто про развивающую тему, разные ютуб-каналы были, я наткнулся на тему закаливания, которые что-то повернули в моём сознании. И это что-то было следующее. Я словил идею логически и душевно, что, возможно, холод, как я о нём всегда думал, не такой плохой, как я думаю. Вернее, вообще, холод неплохой. Он может быть не вредным, а полезным. Особенно, если принимать его кратковременно. То есть, скажем, если прогуляться по холодной температуре, или если прогуляться под дождём, если дать на тебя попадать холодной воде, скажем, под душем, там, непродолжительное время, это может быть не то, что не вредно, и не вызвать простуду. То есть, чего мы боимся обычно от холода? Мы боимся простудиться. Мы боимся, что нам нанесёт это вред. Но вот у меня сформировалась мысль, а что, если на самом деле, если на тебя действует кратковременно, это на самом деле может принести пользу? В тех видео обсуждалась тема того, что холод на самом деле в процессе взаимодействия с ним разогревает тело, а не охлаждает изнутри. И в процессе этого могут быть такие приятные плюшки, как, скажем, уничтожаются внутри всякие там бактерии нехорошие, потому что тело сильно разогревается. Улучшается настроение, укрепляется наша сердечно-сосудистая система. В общем, тонизируется организм, много плюсов какие там перечислялось, как это работает. Но я не буду говорить сейчас уверенно о том, действительно ли это так, действительно ли тело разогревается изнутри, действительно ли это несёт всю эту пользу, о которой говорят. Потому что я не медик, я не обучался этой теме. Я лишь скажу то, что я поверил в то, что я тогда услышал, на то, что я тогда посмотрел. И я решительно захотел всё-таки это как-то к этому приблизиться, как-то наконец-то законнектиться с этой темой, то есть ввести её в свою жизнь. И первое, где это попробовал, это был дождь. То есть на тот момент как раз было лето, идеальная пора, казалось бы, гуляешь, всегда тепло, в майке, в шортах. Но я всегда любил дождь. Я всегда как будто мечтал оказаться под дождём, гулять под ним свободно и спокойно. Но из-за страхов, холода, что можно простудиться, я всегда либо брал зонт, либо старался как можно быстрее добраться домой. Вот были такие страхи, и в тот день я решил, что я как будто много возможностей уже поупускал в прошлом, все эти года избегая дождя, хотя так к нему тянусь. И я попробовал выйти под ним прогуляться, хотя бы чуть-чуть. Взял с собой зонт, дошёл до какой-то точки, потом его убрал и прогулялся назад домой. У меня перехватывало дыхание, мне было мерзливо, холодно, но я всё-таки понял, что вызывает во мне этот огонёк, азарт, интерес. То есть мне это понравилось. И в тот же день я не угомонился, у меня этот азарт сохранился, это своего рода спец адреналина. И я впервые попробовал в душе вести закалку. То есть я опять помылся под своей любимой, это на тот момент горячей водой. И вот когда я уже собирался выходить из ванной, я ненадолго включил воду попрохладнее. Не самую холодную, а лишь настолько, чтобы мне было некомфортно. То есть у меня начало перехватывать дыхание, хотя это было совсем чуть-чуть. То есть это даже не была холодная вода, это был средний показатель крана. Но не суть. Я вытерпал где-то секунд, наверное, 10, и после этого ты отходишь от холодной воды, и у тебя появляется тепло в организме. То есть это было действительно приятное ощущение. И с того момента я начал с каждым днём повторять эту процедуру. Где-то мог пропустить, но почти каждый день я старался хоть по чуть-чуть, но включать вот эту воду, делать её чуть прохладнее, чуть прохладнее. Потом, когда уже началась осень, пришли периоды, где там мог простудиться, там я на время останавливал, скажем, там на несколько дней, мог где-то на неделю прекратить занятия вот этой холодной водой. Но потом обязательно возвращался и снова вот это продолжал делать. То есть постепенно делать воду всё холоднее и холоднее. И, как я уже сказал, я не торопился в этом процессе. И уже где-то через полгода я наконец-то дошёл до самой холодной воды. То есть я её, вернее как, я её попробовал, я понял, что я могу, могу к ней привыкнуть. Обычно, как я и сказал, я это как делал? Я разогревался в обычной воде, которая мне комфортно, тёплая, порой даже чуть ли не горячая. Мылся и в конце своего душа я всегда уже пробовал холодный душ. И вот только через полгода я смог уже довести душ до самой холодной температуры и, ну, смог под ней какое-то время находиться, но потом бывало, что немного откатывал назад. Но теперь уже спустя два года, теперь, когда я хочу включить холодную воду, я врубаю самую холодную. Теперь уже промежуточные стадии холодности мне неинтересны. Теперь я врубаю только самый холодный режим воды и он мне комфортный, друзья. Вот так вот плавно я вёл закаливание в свою жизнь. И какие плюсы мне это дало? У меня повысился, в принципе, повысилась планка восприятия холодной температуры. То есть теперь мне комфортнее и в тёплых, и в более холодных условиях. Скажем, даже ночью, когда хочется накинуть куртку, если где-то там чуть стало прохладнее, ну, или байку, мне комфортно даже в той одежде, которая у меня днём. Зимой на мне гораздо меньше слоёв одежды, я люблю больше лёгкости, больше движения, и в целом всё это воспринимается мне комфортнее. И улучшилось настроение также, то есть, в принципе, восприятие жизни улучшилось. Теперь я понимаю, что какой бы сезон ни был, будь то жаркое, приятное, комфортное лето или холодное, дождливая осень или знойная какая-то там снежная зима, мне всё это в кайф. То есть я понимаю, что даже если поначалу я чувствую дискомфорт, выходя на улицу, я понимаю, что сейчас пройдёт какое-то время, я к этому быстро адаптируюсь и морально отношусь к этому так, что это принесёт мне пользу. Это меня ещё больше закалит, это сделает меня лучше. Вот такая атмосфера выработалась. И также синдром вот этого детского дыхания, когда у тебя прямо оно останавливается, останавливается от того, когда на тебя попадает холод, прошло полностью. При том, что забавно прошло оно не тогда, когда я уже привык к самой холодной воде, оно у меня пропало уже буквально, наверное, через первый месяц, через два месяца закаливания. То есть когда я ещё даже не дошёл и близко к самой холодной температуре. Много бонусов, друзья, и я считаю, что действительно сердечно-сосудистая система укрепилась и иммунитет также поднялся. То есть если раньше, допустим, я замечал, что простуды могут приходить чаще и переносятся неприятнее, сложнее, то сейчас как будто с ними легче совладать, и в принципе ты на них не так сильно прямо обращаешь внимание, и в принципе они реже. То есть случаются, но всё-таки реже. Вот таких много плюсов, друзья, я считаю вполне... А, ну и самое главное, это удовольствие. Вот это вот ощущение адреналина, кайфа от холода, будь то дождь или холодный душ, они сохранились. Сразу отмечу, что в своём закаливании я не использую ванны со льдом, я не ныряю в проруби. Моё закаливание ограничивается принятием холодного душа, в конце мытья под душем, занятиями спортом, под дождём, зимой также, под снегом. Как правило, непродолжительное время. То есть от пяти, максимум может до тридцати минут, а под душем так вообще, это не превышает обычно, ну, двух минут. То есть бывают редко случаи, когда я хочу проверить какой-то свой лимит, предел, я делаю это долго, но в основном это всегда от тридцати секунд до двух минут. Вот такое время принятия мною холодного душа. То есть, скажем, я помылся под тёплой, порой чуть ли не под горячей водой, и в конце, когда я уже думаю, всё, я хочу вылазить, я включаю самую холодную воду и моюсь под ней вот так вот. Секунд тридцать, всё равно две минуты. В зависимости от настроения, и не больше. Этого вполне себе достаточно, как по мне, для приятного, комфортного, вот этого полезного эффекта от холодной воды. И я думаю, друзья, вы поняли, что мой принцип закаливания, который я предлагаю, который я сам внедрил в свою жизнь, он крайне простой. Это просто по своим ощущениям, когда вы моетесь под душем, в конце мытья, когда вам уже комфортно, когда вы уже достаточно разогрелись, включать холодную воду. Но не на сильно самую-самую холодную воду, а просто по чуть-чуть, по чуть-чуть её снижать до такой температуры, чтобы вам было непривычно, некомфортно, выдерживать её хотя бы поначалу, в районе 10 секунд, и вот так вот день за днём постепенно вводить это в свою жизнь, желательно на постоянной основе, но, в общем, полагаться на свои ощущения. И это самое важное, ведь теперь финальное, что я обсужу, считаю, самый важный момент – это нюансы, введение в свою жизнь закаливания, почему это стоит делать по своим ощущениям, как я считаю, и какой вред может быть, если не действовать по ощущениям, не действовать по уму. Если верить и другим роликам, где люди рассуждают про закаливание, то часто проскакивают такие фразы, как «Если есть какие-то в организме воспаления, проблемы с суставами», в общем, прочие какие-то хронические заболевания, даже если простуда, если организм сейчас больной, то может это, поскольку это всё-таки вызывание стресса, это может доусилить вот этот уже имеющийся стресс в организме и доусугубить какие-то, возможно, проблемы, болезни, то есть такие риски могут быть. И также, как мы и сказали, что хоть это и укрепляет сердечно-сосудистую систему, может укреплять, также это может и садить, изнашивать сердечно-сосудистую систему, потому что, опять же, это стресс, это нагрузка. И если сердце этой нагрузкой перегружать, то оно может испытывать очень сильную усталость. Я, друзья, это замечал. То есть на первых порах, если я где-то перебарщивал, если я где-то слишком, скажем так, в общем, выбивался из комфортного мне ритма, первое же, что чувствовало вот эту сильную нагрузку, это сердце. То есть оно могло слегка потом вот слегка-слегка как-то давать о себе знать, покалывать. В общем, поэтому важно идти по своим ощущениям и делать это себе, себе комфортным, себе с удовольствием, потому что иначе будет повышенная нагрузка. То есть потом, когда мы уже привыкли, это очень комфортно. Даже самая холодная температура очень комфортна. Она требует потом привыкания к ней буквально секунды-две. Но поначалу, когда еще организм не закален, когда он еще непривычный, это очень сильная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. По крайней мере, у меня я это замечал. Я считаю, очень важно разграничивать введение закаливания в свою жизнь от, скажем, например, такого процесса, как, скажем, привыкание к полезной еде, то есть избавление от вредной еды. Потому что, скажем так, есть занятия, полезные для нас, где можно себя заставить. То есть, скажем, мы не любим есть полезную еду, там, овощи, но можно. Если ты себя заставляешь, вреда ты себе не наносишь. Ну, это, может, мое мнение может различаться с вашим, друзья, но, скажем, если ты переходишь на полезную еду, и, да, она тебе поначалу пресная, но ты себя заставляешь, у тебя не будет износа организма. Просто ты какое-то время, получается, просто терпишь и привыкаешь. То с холодной водой немного не так, друзья. Я так считаю. Потому что, если тебе некомфортно, ну, ты себя через силу заставляешь, пичкаешь прям, наводнешь на себя самую-самую холодную воду, и ты ее боишься, и тебе дискомфортно, можно навредить. Можно посадить свою сердечно-сосудистую систему, можно дать слишком большую нагрузку на сердце. Это персональный момент, который мы должны сами подгонять под свой комфорт. Именно поэтому у меня закалка формировалась не 10 дней, а полгода-год. И я считаю это нормально, потому что мне это было комфортно, зато теперь я ее не боюсь, я и люблю закалку. И тут еще также важный фактор, ментальный. Возможно, чувствуете, что я пытаюсь создать атмосферу любви к этому делу. То есть я не хочу никак это окрасить негативно, я не хочу никак это окрасить, как я обычно говорю, там, со спортом или с любимыми делами по жизни, где тебе надо делать, делать, делать через силу, там, или еще что-то потерпеть. Здесь немного другое. Здесь, наоборот, все должно быть полюбовно. Потому что, даже если вы очень медленно вводите закалку, но вы ее боитесь, вы ее не любите, вы это делаете через зубы, прям терпите, это также может относить вред. Я начал вводить в свою жизнь закалку, не потому что меня заставил кто-то, и не тогда, когда я этого боялся, я это ненавидел. Я начал вводить в свою жизнь закалку, только когда я почувствовал к этому интерес, минимальный хотя бы, но интерес. У меня появился азарт, у меня появилась тяга, у меня появилась вера в то, что мне это может быть полезным. Только в этот момент я начал заниматься постепенно закаливанием, и в процессе каждой своей закалки я имею положительный настрой. А даже если у меня не самое лучшее настроение, и я включаю холодную воду, так я ее включаю только потому, чтобы себе улучшить настроение. То есть все, что я делаю, связанное с прохладой, с закаливанием, с холодной водой, я делаю полюбовно, с расчетом на то, что это мне наоборот полезно. И ни в коем случае никогда, когда я это воспринимаю негативно. То есть если вдруг я чувствую момент, что мне это сейчас не хочется, мне это сейчас вредно, я этого сейчас боюсь, этого не стоит, я этого и не делаю. Я этого и не делаю, потому что это уже будет, с моего понимания, негативный стресс. Вот, друзья, чем я хотел с вами поделиться, это что первое, я считаю закаливанием, это хорошим, и я перечислил, какие плюсы я в своей жизни от него вижу. Второе, это что закаливание не обязательно вводить насильно, как какие-то другие занятия, потому что его нет смысла сравнивать с другими занятиями. Закаливание, это закаливание. Все, точка. Это какая-то глубинная, такая наша примал, природная составляющая, холодная вода, это что-то, что тянется у нас с самого начала нашей жизни. Это нечто необъяснимое, это стихия, с которой нужно совладать по ощущениям от души и связывать с этим все только самое лучшее, теплое, полезное и приятное, но никак не негативное и страшное. Поэтому занимаемся закаливанием, если чувствуем, что оно нам нужно, если чувствуем, что мы к нему расположились, если у нас в голове засела к нему тяга, чувствуем, что стоит попробовать, появился азарт, появился интерес, но никак не страха и негатива. Вот такое видео, друзья, давно хотел поделиться этой темой. Я надеюсь, вам было интересно, обязательно делитесь тем видео с теми, кому оно может помочь. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И также, самое главное, друзья, немного связано с закалкой. 30 июня на этом канале, на мой день рождения, будет выходить короткоментражный фильм «Храбрость», который мы снимали прошедшей зимой. Фильм будет идти всего 16 минут, в нем я как раз бегал с оголенным торсом под снегом. Целую осень, начало зимы занимался ради этого фильма, занимался под снегом, только чтобы закалить себя и комфортно чувствовать на съемках. А я напомню для тех, кто уже на постоянке со мной, и также расскажу для тех, кто только пришел на мой канал, что главная кредо на моем канале у меня по жизни это кинематограф. То есть, я хочу научиться создавать крупное кино, на которое вы, друзья, сможете сходить, купив билетик в любой точке света. Сейчас пока что я учусь только это снимать, деньги на свое любимое дело я беру с ней, любимые работы. Хочу завпечатлеть вот этот путь с прихода из точки А в точку Б. И в этом фильме можно будет ощутить вот уже результат закаливания. И также после фильма «Храбрость» я хочу сделать видео касательно тренировок. То есть, как я готовился к фильму «Храбрости». Понятно, что пока что Арнольдом Шварценеггером я не стал, но все-таки очень большие плюсы от тех тренировок были. И тем более я составил себе, считаю, неплохой план тренировок на ту осень и начало зимы. В общем, есть чем поделиться. Надеюсь, вам будет интересно. До новых встреч и по традиции канала, даже если вы не снимаете кино, продолжаем снимать крутое кино в одиночку. Не только кино и не только в одиночку.